ну ждать не будем всем доброго времени суток сегодня у нас прямой эфир как я уже выпускал анонс всех всех приветствую выпускал анонс по поводу вопроса белоруссии именно вопрос который поднял басе веленок наговорил на меня послушаем вася веленка то есть он и цепляются полцов лэнга конэста чей крепануть вот то есть мы на конкретно это надо калкос крыша урин союны именно когда гаджи бура он и вы дыхан целый манушен мир и близко не манушен близко не манушен камне на 800 тысяч хреста хрестануть вот потом еще дры минска камне квартира хрестануть и манушен буду дойда совы с этой ситуации вот васенька ты на этом видео забожился на своих детей дэдэвэл дай бог аминь чтобы бог услышал твои слова твою башбу и рассудил нас кто прав а кто обманывает васенька ты лучше других знаешь моих админов как они работают мои админы подняли всю беларусь и нашли то о чем ты говоришь я сегодня обратился позвонил беларусь и договорился о прямом эфире может быть сейчас люди выйдут прямой эфир и подтвердят твою башбу а может быть опровергнут давайте подключим людей и послушаем алексей михалыч доброго времени суток добрый вечер всем здравия благополучия всем кто нас смотрит кто с нами и кого нет с нами пускай господь бог бережет всех алексей михалыч у меня к вам такой вопрос вася миллионок обвинил меня что я хотел то ли отжать то ли обмануть то ли вымогательством занимался на беларуси какой-то квартиры вы знаете что-нибудь об этом но я знаю что вы мне предлагали квартиру в эмиратах но я отказался только только соглашался на бунгало вот как то так я не согласился так как в минске они меняю и рублевку предлагали все нам предлагали вымогательство я как-то вроде бы в минске тут уже старею знал бы все новости которые происходят вопрос только за что вымогать квартиру у кого вот я знаю что было в минске собрание и там касалось на собрании какой-то квартиры и меня приписывают что я как ким-то боком там участвовал ли причастен был к этому собранию к этой квартире было что-нибудь подобное честно говоря мы в то время наверное даже о вас и не слышали по моему мы даже и не знали есть такие площадки нет таких площадок когда тот вопрос подымался тем более это касался чисто цыганского отношения и как-то вмешательство других людей наши личные вопросы совершенно неуместны вы были это первое а второе но это какая-то глупость кто-то с москвы я не говорю пускай сережа гриша валя зина будет вымогать какую-то квартиру вопрос то чем обязан кому и за что помогать квартиру это глупость по-моему совершенное которое у нас такого не было то есть было было такое собрание на этом собрании там касался вопрос квартиры но мое имя там не было меня там никто не знал я там никак не участвовал ни с какой стороны правильно сережа как бы не было обидно вам но мы вас не знали тот мы сейчас немножко начали смотреть это современные интернеты где-то что-то зависает там немножко или у меня или у вас так вот еще раз хочу дать пояснение по этому вопросу если это интересно кому-то то у нас были тут не одна разборка тысячи разборок были вопросы о мальчике и девочке мужа и жене которые разругались там ударил ее это по этому вопросу но так извините а причем здесь глушко там семьи разбирались между собой так как там были совершенно нехорошие отношения родительские со стороны мальчика они поступили с девочкой очень непорядочно и они этот родители мальчика там предлагали компенсировать для здоровья не так как-то что-то компенсировать а для здоровья чтобы поправить девочки на здоровье деньги но отец этого мальчика отказался так как он говорит я не продаю своих детей и об этом вопрос не возникал как-то потом процессе того что там что-то происходило я был инициатором того чтобы как-то поправить ребенку здоровье так как это их невестка все-таки у них есть ну к общей но слава богу как-то все обошлось вроде бы все это нормально сошло на нет даст бог я не знаю честно говоря по моему уже детки даже сошлись и живут по моему месте я честно говоря уже не интересовался этим вопросом как-то не вникал а может и не живут но во всяком случае все нормально все хорошо никакой проблемы нету я понял дальше не будем историю поднимать она там уже это их личное дело как они там все это нас не касается да я просто хотел услышать ответ каким-то какой-то стороной каким-то боком я касался этого вопроса или нет не касался вот просто хочу сейчас успокоить много пишут по поводу девайс подключите васю все остальное мои админы перед эфиром написали вася веленку с просьбой зайти в эфир покажу вот написали добрый день я скажу больше немножко можно извините пожалуйста по этому поводу я закончу буквально секундочку да просто народ пишет определенка чтобы он зашел в эфир админы писали добрый день василий это твой бывший друг николас аренберг подпишись к нам ждем на эфир у сергея александровича он дал ответ давайте сейчас послушаем я вам покажу даже так даже бывший друг какие громкие слова друг в этом очень много что звучит друг ну знаешь николас я скажу таких друзей за захер дал музей я еще раз говорю что я не считаю нужным разговаривать ни с глушковым вот ни с кем вот я свое сказал и мне не интересно дальше кто чего кому-то что-то доказывать хочу говорить мне совершенно без разницы мне вы не интересно вот вася ответил что он в эфир не зайдет хочу заметить вася ты божился на своих детей что это правда что я хотел какую-то квартиру в минске белоруссии отжать либо отнять или вымогательством занимался вот здесь алексей михайлович который разбирал эту ситуацию белоруссии и он подтверждает что никакого отношения к этой квартире я не имел ни к этому вопросу ни к этой квартире да еще хочу заметить мы не понимаем эту ситуацию мы не хотим ее сейчас обсуждать не что-то говорить по ней нет здесь просто вопрос касался того что я к этой ситуации не был причастен и вася пробожился алексей мишайлович продолжать что хотел сказать я бы хотел обратиться вообще ко всем этим площадкам вы знаете есть такая пословица которая я не помню кто-то из великих сказал по моему американский президент какой-то или кто-то еще если ошибаюсь ребятушки лучше худой мир чем хорошая война может давайте бросайте все эти войны объедините ваши усилия на то что вы хотели начать и хотели продолжать это относятся и к васи велюнку и к сану и к сереже и ко всем 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 людям чавалы я мы не так много на этом свете для того чтобы воевать я понимаю что есть какие-то меркантильные вопросы у каждого но давайте мы будем думать о том понятно что молодые люди меркантильность это есть никуда не денешься но все-таки давай думать о том что есть еще высшие силы которым мы подчинены и которыми мы нами распоражаются деньги-то хорошо но с обоих не унесешь никуда совершенно поэтому все-таки лучше объединяйте нас всех вместе нам очень будет приятно и радостно общаться с людьми алтай сибирь мексика аргентина без разницы потому что общение общение среди цыган деление наших корней на какие-то куски ну вообще это невозможно потому что все мы с одного корня просто мы живем разных странах в разных областях но мы все с одного корня мы божьи люди поэтому давайте перестанем воевать а будем просто друг друга дружить и верить господа богу его истину алексей михайлович я вас услышал могу сказать по поводу вот объединения цыган по всему миру я с вами согласен и думаю что в любом случае ближайшее время да может быть год два три мы этого достигнем но по поводу как вы говорите объединение там скажем так двух площадок я хочу напомнить когда мне ко мне пришел ребенок два года назад и предложил участвовать его схеме я ему в этом отказал я знал чем это закончится и что что мы сейчас видим что он покидал всех цыган и он хотел это сделать через меня поэтому никакого объединения быть не может я не буду участвовать в его аферистических схемах по обману людей тем более цыган и хотел бы что-то что гаджо разбирается цыганских вопросов я не разбираюсь цыганских вопросов но никто не дал право васи цыгану потому что он цыган меня пустую обвинять на весь мир он считает что он сказал эти все должны ему поверить он должен доказать свои слова но он не доказывает вот сейчас он доказал обратно что он обманул все а он божился и божился на своих детей я же сказал уже дай бог аминь и скоро я поеду в израиль и в иерсалиме первой свечке поставлю за него чтобы его слова дошли до бога до ушей бога скажем так да и чтобы своих детей сто лет не видел за свой язык за свою божбу за свой обман я прошу прощения алексей михалович сереженька дорогой мой человек я обращусь к тебе с таким вопросом вы знаете в этой жизни всякое бывает и всякое и заблуждаются люди что свойственность естественно людям но я мнение лично такого что я например даже просил бы господа бога чтобы если человек заблудился заблудился пусть господь бог его надоумит и простит за те прегрешения которые он вольно или невольно несет в этот мир я думаю что каждый человек который там зря божиться может он недопонимает может он где-то что-то не дослышал что-то или что-то по-другому понял но я желаю всем деткам чтобы они были живы и здоровы на радость нам всем потому что если я вижу ваших сережа детей веленка еще моих друзей разных городах и слышу о них когда у них все хорошо у меня сердце радуется потому что это все наши дети у нас нет чужих детей обиде мой внук хочет тоже с вами познакомиться радио может быть чужими наши дети кому-нибудь поздоровайся вот поэтому мы будем желать им здоровья и радости а их родителям чтобы они все таки даже если где-то заблуждается вовремя опоминались так и вели себе достойно по отношению не только к людям но прежде всего если какой-то недостойные поступки это касается для них для их детей потому что будут обсуждать их их детей они составляют все то что они говорят то что они сеют своим детям своим внукам это наверное важнее более наиважно чем деньги чем какое-то благосостояние поверьте я через это проходил и прохожу и до конца своей жизни уверен только в том слова истинное слово мужское вера в господа бога и чачунулау романо которую тут нужно рикерес до конца своей жизни она должна быть всегда я хотел позаметить да после сказанного всего во первых он не мальчик 8 ему 40 лет у него есть дети и он в первую очередь должен думать о своих детей и не божиться на своих детей я никогда не позволю себе забожиться на своих детей даже дать слово да чтобы каким-то образом это моих детей тем более если это пустоту наговаривать на человека и пожиться при этом на своих детей чтобы тебе люди поверили из-за твоей божбы значит он своих детей не ценит они ему не важны раз он может на них просто так на лжи забожиться чтобы ему люди поверили он своих детей подставляет под божбу но это его решение ему 40 лет он не мальчик он выходит прямой эфир и учит людей как жить такой пример он показывает что можно своих детей просто так божиться люди насколько я знаю цыганский мир всегда строился на божбе что люди верили на божбе а это он приносит такой пример что можно спокойно своих детей забожиться ничего страшного в этом нету на людей наговорить он же цыган а я гаджо соответственно меня можно наговорить потому что он цыган и забожиться на своих людей детей и весь мир цыганский должен ему поверить потому что он цыган забожился на своих детей а правда уже не важно получается ну вот правда никакой квартире беларуси я отношения не имею вася у тебя еще лист два дня чтобы доказать что я имею отношение каким-то шестиста тысячам или восьмиста тысячам какая там сумма я не знаю хотя бы в этом случае что нибудь докажи а выйди расскажи где их этих людей искать какие-то твои близкие друзья родственники никто то что их мы не можем найти что за люди вы знаете что через я хочу вот посредством нашей нашей сегодняшней встречи обратиться ко всем молодым людям по поводу божбы закона цыганского пожалуйста молодые люди у вас есть старики достойные умницы которых чтят традиции цыганские и божба это не просто слово сказать поверьте мне я на всякого навидался на судах на этих я с молодости участвовал этих вопросах и видел разных людей которые же свидетельствовали так сказать пользу себя божбу брали а потом следовало наказание божье потому что высшей силы чем божья не было нет и не будет это мы люди можем там что-то простить особенно такой божбу поверить там мы верим потому что мы верим господа бога но если человек забожился и думает что ему это просто пройдет просто так ничего не пройдет все отдастся прямо пропорционально тому что он говорил а это очень жаль думайте прежде всего чем божиться тем более чем идти в церковь брать икону это я не знаю это наверно нужно быть таким большое дело которое забожиться и взять икону это я это надо потому что понимает человек что это наказуемо каждый человек должен знать что не пройдет люди простят господь бог не прости хотела обратить внимание на то что первый момент я его детей не трогал это он тронул своих детей и забожился на них и второй момент вот пишут что раз дядя вася забожился значит все это правда еще раз алексей михайлович я у вас спрашиваю я какое-то отношение квартире в белоруссии в минске там ситуации которая там связано с квартир я какое-то отношение к этому имею пытался там обмануть отжать требовать вымогать если имеете только только тогда когда вы нам обещали каждому дать по квартире в бахрейне а мы отказались я вас умоляю серьезно ну во первых мы не для того чтобы извини серёжа во первых мы тут не детки и не боимся что какой-то дядя возьмет там ремешок и придет нас попугать этим чтобы кто-то придет серёжа или гриша и попугает и отберет у кого-то возьмет квартиру боюсь что может быть все это наоборот тем более когда ну такого вообще не было не существовало и невозможно существовать мы люди мирные как говорят у нас бронепояс всегда стоит на запасном пути но только для мирных целей правда но я могу сказать такой момент он пишет а может быть другая тема на страницах талантливого рума выходила только одна тема по белоруссии именно это и вася велёнов говорил именно за эту тему на странице талантливого рума world news за другие темы по белоруссии у нас ничего нет серёжа я могу больше сказать и не потому что я вот такой там какой то не такой да конечно конечно мы знали бы даю вам слово не потому что мы там какое-то влияние на кого-то имеем не дай бог каждого человека свое мнение в этой жизни но мы живем белоруссии поверьте мы живем как бы друг про друга все знаем беларусь не такая большая страна чтобы друг друга не знали не знали что творится если бы в такой случае был бы или олег илья толя взломили ребята да мы знали бы это потому что люди обратились к людям к нам обратились бы цыганям чтобы подождите ребята помогите вот такой-то такой-то у нас беспредел какой-то серёжа хочет отжать какую-то квартиру за какие-то несуществующие вопросы естественно мы нашли какие-то слова если бы были там в этом замешаны и вам нашли бы и какие-то противодействия были бы но к счастью такого не было и невозможно просто невозможно это тоже самое чтобы я сейчас сказал бы серёжа я вот тут уступаю будьте добры я завтра приеду чтобы у меня квартира там было в москве это глупость правильно правильно в любом случае если по беларуси что-то было бы соответственно вы бы кто-то из вас бы знал по этой ситуации но ничего не было а по вас и по поводу 800 тысяч я даже не знаю где искать этих людей пусть вас и берёна когда его близкие люди выведет этих людей пусть эти люди скажут что-то было кто они хоть кто они такие бы сказал где искать этих людей я думаю серёжа если бы их где-то что-то отжимали бы естественно к вам обратились люди если даже те люди которых скажем так не подумайте что-то словесное если вы кого-то там напугали не нашли бы противодействие то есть у каждого яда есть противоядие и каждый бы искал бы выход тот который он должен находить поэтому тут какая-то непонятка я не хочу ничего сказать о веленке или еще о ком-то я с ними так сильно не общался люди молодые для того чтобы у человека узнать надо с ним прожить кусок хлеба проделить это молодежь поэтому ну были там немножко у вас и вопросы по этому вопросу который мы были да но мы как-то выступили сказали молодой человек это не твоя проблема это наши проблемы местные которые мы будем сами решать и не просим никого вмешиваться в наши отношения совершенно если будет так необходимо люди обратятся ну я думаю если бы я как-то касался ситуации то мы познакомились еще получается года два назад когда это была ситуация правильно ну я думаю что да намного раньше познакомились и поверьте то что мы заслуживали бы каждый то мы получили по-любому правильно и извините меня не не было это понятием угрозой какой-то нет мы романсом и а мы романель бы разобрались надо было именно в москве ромала чем бахталы и за москвой и рядом с москвой которые понимают слово цыганское закон цыганский и все это бы нашлось и все бы это разобралось но слава богу таких инцидентов у нас не наблюдают и не дай бог подхедит а чтоб у нас в мире это наблюдалось лучше романных разбирается романес законы словес а бахталес и должны понимать одно самое романсом это прежде всего и если мы не будем благословны друг другу то нас просто раздавят хотя нас пытается пытались много раздавить и нации и гоняли и убивали и расстреливали но мы все выдержали алексей михалыч просто вот здесь пишет как я понимаю это хозяйка этой ситуации с квартирой калина ее зовут вот напишет я два раза написал что не было такого что я общалась глушковым вообще общалась с радой но этой темы про деньги и про квартиры не существовало вообще а кто это говорит какая-то калина а это вот мать этого ребенка которого вот вопрос был и и к ней никто не обращался никто не вымогал у нее квартиру тем более я думаю что там семья благородная хорошая не это не просто какая-то семья и с одной стороны у мальчика родители благородные это и от матери у нее благородная семья вся вот это вот именно и хватит вмешивать свои склоки посторонних людей я совершенно с вами согласен что хватит этих людей посторонних вмешивать в эти ситуации и пытаться обвинить людей просто на словах да как это сделал васе миллионок еще и забожился за свои слова просто пытаясь втянуть сюда посторонних совершенно людей которые не я их не знаю ни они меня никогда не знали и не слышали я бы сейчас хотел бы обратиться если смотрит нас Вася Вася может вы какую-то там ситуацию другую и забожили за другую какую-то ситуацию может которая совершенно не касаемо может быть цыган и не касается может какой-то другой сережа потому что бажба это дело очень серьезно и неприятно это слышать романочь хаво чтоб катятся вопросы не начитать салахаво лучше словом сказать там вот слышал такой 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 вопрос ну и проверяйте этот слух обожиться на детей не надо жалейте дай Бог чтобы Вася твои детки были здоровенькие на радость нам и всем людям чтобы Господь Бог берет их всех вот Калина еще пишет будете вмешивать и поднимать еще эту тему буду проклинать и стремить очень сильно это ее право потому что под сомнение ставит эту женщину что у нее там вымогали бы но я больше я говорю еще раз я больше чем уверен что ее семья обратилась к рома что вот есть какие-то нехорошие люди какие-то занимаются таким вымогательством для решения каких-то вопросов слава Богу в нашем городе в нашей Беларуси роман в состоянии решить любой вопрос и решить этот вопрос полюбовно с минимальными потерями для обоих сторон несмотря на виновность той или другой стороны это без разницы мы люди мирные я еще раз говорю кто-то хочет нас выставить там в каком-то свете что вот там у нас происходят какие-то беспределы на судах я сколько бы не слышал бы не ездил по миру но более добродушных людей чем в нашем городе я не видел потому что они ну да вроде бы вспыльчивые как те цыгане вот но отходчивые и еще рады будет помочь даже своему врагу это хорошо ну все тогда будем заканчивать эфир мы в принципе этот вопрос прояснили Вася обращаюсь к тебе да ты этот эфир увидишь или тебе передадут потому что здесь подписчики тут смотрят туда передают да передайте Васе у него осталось два дня чтобы доказать все что на меня сказал за что он забожился квартиры мы уже решили квартира здесь уже получится поднимать ну пусть поднимет своих там близких друзей или родственников за 800 тысяч и пусть докажет доказательствами эту ситуацию что я там чему-то причастен Алексей Михайлович спасибо вам что вышли в эфир и прояснили эту ситуацию не за что очень рад сказать правду это самое главное не кривить не кривя душой а это наверное наиважнейшее для всего этого то что вы вы занимаетесь чем люди занимаются это только правда потому что выше правды ничего нет нигде и не будет ну и наши личные отношения мы рады увидеть всех нашей белоруссии приглашаем вас на кусок хлеба стакан чая разделись с нами милости просим к нам а мне вдвойне приятнее что вышли истинный цыган да уважаемые и сказал именно правду и конечно же в москве я всегда буду раз видеть на стакан чая и не только огромное спасибо но сейчас серёжа одно слово для всех наших подписчиков кто нас смотрит чтобы вы понимали дорогие мои люди не серёжа не вас это не мои родственники считать их друзьями я был бы рад с ними лично познакомиться все только мы говорим только то что есть что существовало и по-другому не должно было бы быть никак если было бы наоборот кто бы не был бы передо мной сидящий он бы получил бы то что заслужил мира добра и здоровья сарару мэнга поцелу света правда самое важное и всегда должна быть только правда и истина мансур пишет мансур приезжай буду рад тебя увидеть вживую все прощаемся всем всего доброго спасибо что были спасибо что выслушали и посмотрели спасибо всем доброго